Тульский регион Тульский регион Тульский регион В поселке Косая гора происходит расчистка территории от незаконных строений. Совсем скоро здания, в которых жили люди, превратятся в горы мусора, которого и так здесь лежит в огромном количестве. Жители общины пытались унести вещи с места расчистки, которые считают ценными в самый последний момент. Для кого-то это, например, кусок металлического забора. Однако косогорские цыгане были предупреждены о работах задолго до начала демонтажа. В 2017 году уже были решения суда вступили в силу. В принципе, граждане знали об этом. И прежде чем сносить, приставы производят свои действия заранее. То есть дают им время на самостоятельный разбор строения. Несколько незаконных построек были возведены на земельном участке, который находится в собственности Яснополянского лесничества. Перед демонтажом все строения проверили работники спецслужб. В работе им помогали собаки, обученные на поиск запрещенных веществ. Все это время группа цыган неотрывно наблюдала за демонтажом, изредка вступая в споры с сотрудниками правопорядка. Кстати, год назад в поселке Косая гора уже проводились работы по демонтажу незаконных строений. Вскоре после этого представители табора возвели новые постройки. Не вырастут ли такие же дома через год, покажет время. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Пять мячей в ворота команды Саутовской Аравии направили игроки сборной России в ходе матча открытия чемпионата мира по футболу. Третий гол забил хорошо известный тулякам экс-игрок Арсенала Артем Дзюба, который только в конце мая этого года вернулся в питерский «Зенит». Среди зрителей в Лужниках был замечен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он смотрел игру вместе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Помимо первого лица региона, нашу сборную поддержал целый ряд общественных и политических деятелей из оружейной. Более 9 миллиардов рублей руководители компании «Полипласт» инвестируют в Тульскую область. Они планируют создать в регионе новое производство стройматериалов. Проект развития предприятия до 2024 года накануне был представлен губернатору Тульской области. Пока это только макет. Объемная и подробная модель предприятия под Новомосковском, которая в будущем значительно расширится. Уже через 6 лет проект может быть реализован. Открыть новое производство намерены руководители компании «Полипласт». Как отмечают в компании, на данный момент в строительной отрасли более 50% продукции приходит в страну из-за рубежа. И эту статистику можно улучшить. После реализации проекта Тульская область будет обеспечена импортозамещающей продукцией, которая сейчас крайне востребована на рынке. Даже появится возможность экспортировать выпускаемые на «Полипласте» изделия за рубеж. Это так называемые редиспергируемые порошки и сухие поликарбоксилаты, которые применяются в основном при производстве сухих строительных смесей, придавая им все необходимые свойства для отделки, штукатурки. Руководство компании «Полипласт» планирует создать более 180 высокопроизводительных рабочих мест. Помимо выгоды, которую получит регион, свое положение удастся улучшить и самой компании. Предполагается, что общая выручка увеличится в полтора-два раза. Одной из главных задач проекта, наряду с усилением работы в рамках программы импортозамещения и расширением рынка сбыта, является снижение экологической нагрузки на окружающую среду. О проекте будущего производства и планах по развитию фирмы до 2024 года руководители «Полипласта» рассказали губернатору Алексею Дюмину. В ходе встречи глава региона отметил важное значение предприятия «Полипласт» для развития Тульской области сразу по нескольким направлениям. «Полипласт» – это серьезная опора для нашего региона и решение задач социально-экономического развития. Предприятие расширяет свой асортимент, делает определенные работы в рамках снижения экологического направления. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта между правительством региона и предприятием было подписано в феврале этого года на экономическом форуме в Сочи. По словам представителей руководства компании, до 2024 года запланировано развитие научно-технической базы предприятия, а также реализация нескольких новых инвестпроектов. Развитие научно-технического центра позволит и далее развиваться предприятию. Анна Молодцова, Игорь Щепотев, Новости Тулы Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru Узнавайте о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин